Здравствуйте, уважаемые друзья! Итак, мы начинаем наш практику мануального массажа. Сначала укладываем человека на стол. Если есть дырка, соответственно, откладываем дырку либо просто в нее, либо полотенцем, чтобы было удобнее, чтобы не упирался жесткий стол, может быть, чтобы не упирался лоб, чтобы не затекало ничего. Если дырки нет, то, соответственно, голову можно положить на бок, либо в одну сторону, либо в другую. Это очень удобно, потому что пока мы работаем с телом человека, а мы будем делать массаж, деля продольно тело человека на половину от вас и половину ближайшую к вам. Почему мы это делаем? Потому что такие законы кровообращения. Начинаем с той стороны, с левой, то есть я ставлю с правой стороны, начинаю с левой стороны. Для чего? Для того, чтобы кровь сразу начинала поступать к сердцу и все части тела, которые мы будем дробить сейчас тело, да, на части, вот лопаточная зона, середина спины, поясница, ягодица, да, они как бы должны гнать кровь от предыдущей части, то есть мы вот это разогрели, да, к сердцу, вернее, от последующей части к предыдущей части, да, которую мы обработали. Обработали лопатку, да, тут уже разогрелось, будет красное тело, да, кровь тут активно работает, она уже как бы дает некоторые отсосы от сосудов, которые к ней подходят. Следующая часть, размяли и подогнали кровь сюда. Бедро размяли, подогнали кровь к ягодице, да, икры размяли, подогнали кровь к бедру, которая уже, как вы заметили, каждая предыдущая часть организма, она уже была до этого размята, она уже, трофика ткани уже повышена была, да, кровообращение уже увеличено. Это очень важно именно в этом массаже, потому что в разных школах, в разных техниках, говорят по-разному, некоторые начинают от кончиков в пальцах вести, вот так вот там массаж делают, да, от головы, некоторые говорят, что обязательно от кончиков ног надо вести к голове, но это, на самом деле, не очень правильно. Конкретно в русской классической школе массажа говорится, ну, очень анатомично и правильно, академично рассказывается, почему мы это делаем, из-за того, что так настраиваем лимфоток и кровообращение, улучшаем таким способом, потому что, если делать в обратную сторону, то, получается, у нас сердце будет недополучать кровью, она будет концентрироваться совершенно в другом месте, да, а тут, как бы, оставаться холодным. Это неправильно, важно набалок в обратную сторону вести, да, и почему мы не делаем от пальцев ног, тоже объясняю, как раз она всегда запомните, потому что, когда вы здесь уже гоните кровь, она же, вот эта часть будет уже насыщена, да, обменными процессами, а здесь, получается, застой еще, не разогретая часть, да, поэтому, как бы, один напор кровеносных сосудов и лимфатической системы будет напирать на другой объем и, ну, будет неудобно, проходимость будет меньше. Поэтому, таким образом, увеличим проходимость именно со стороны сердца и, соответственно, в больших областях, если мы работаем от ягодицы до шеи, да, со всей левой частью, то также потом переходим наоборот, меняемся и работаем со всей частью той же самой зоны, только с правой стороны, да. Человека кладем на кушетку, естественно, пока работаем со спиной и животном вниз, это понятно, и вот очень важно иметь валик. Если валиков у вас нету, важно подкладывать подушку или что-нибудь такое, чтобы, во-первых, не упирались в коленки, потому что, особенно, если когда жесткий стол, то будет больно колени, на них долго лежать, и некоторые люди, ну, бывает, если жесткий стол, да, или бывает, что острые у кого-то коленки, там, под их, например, людей, да, то приходится ногу немножко разворачивать вот так вот, то есть коленки как бы чуть-чуть вбок, да. Если нет, если все нормально, да, то можно их ложить прямо, то есть продольно стола, да. И, кроме того, опять же, это достаточно серьезно, мы все время забываем про нашу лимфосистему, в течение всей нашей жизни мы вертикально ходим, а лимфа течет только снизу вверх, от кончиков пальцев вверх течет. И хотя бы, когда пришел пациент на массаж, хотя бы в этом случае, в этот короткий промежуток времени, надо поднять пятки как можно выше, желательно еще выше, чтобы они были выше сердца. То есть, если у вас даже подушка большая, вот такая, да, то это еще лучше. Когда мы доверемся до ног, это даже будет удобнее их обрабатывать, поэтому и лимфу гнать снизу вверх, по телу человека, да, снизу вверх, поэтому это очень важное замечание. Еще я вам скажу, что чем отличается скелет человека, мужского организма и женского. Знаете, ну вот коротко нарисую, дело в том, что у мужчин тазовые кости, вот идет позвоночник. Вот, он имеет определенную такую волнистую форму, S-образную, да, вот это вот шейный отдел получается, да, вот тут вот череп у нас с челюстью. Вот это вот грудной отдел, да, вот это вот поясничный отдел, крестец, зона крестца и копчик, да. То есть получается раз, два, три, четыре, пять. Пять отделов позвоночника. И, кстати, вот массаж, он тоже будет так разделяться. Иногда грудной отдел делят на две части. Вот верхняя лопачная зона отдельно, да, и средний грудной отдел тоже отдельно. То есть это прям можно по зонам массажным разделить. Вот здесь к крестцу крепится таз, тазовые кости, да. Соответственно, вот чем отличается женский скелет от мужского скелета? Ну, все мы знаем, что у женщин таз больше просто, да, потому что надо вынашивать ребенка, и там должна быть определенная чаша, определенная емкость, чтобы этот плод внутри держался. Достаточно комфортно, да, он как бы, получается, в этом, в тазу лежит. Кроме того, если у мужчин тазовые кости, они строго вертикальные, вот так это, да, то у женщин таз, он наклонен вперед. Получается вот такое, как бы, отключивание попы, и ложбинка, вот это вот, лордоз называется, поясничная, женщин больше, чем у мужчин. Это норма, это так и должно быть. Но, с другой стороны, у них получается, что вот эта вот косточка, гребень подвздошной кости, да, он, получается, больше выпирает. И он давит в этом месте на стол. Поэтому, особенно у худых женщин бывает, и очень заметно, явно выражено, вот эти вот косточки, вы видели, да, подвздошные кости. Поэтому, если особенно стол жесткий, то желательно женщинам подкладывать сюда еще что-нибудь. Полотенце под бедра подложить, да, сложить, может быть, дополнительно простынь еще вот так вот скомкать, да, или есть специальные валики. Есть валики, которые тоже можно отдельно приобрести и подкладывать сюда. Вот вы сейчас правильно делаете, да, интуитивно еще люди подкладывают собственные пальчики, да, под вот эти меточки, да. Вам комфортно лежать, да? Очень. Вот, очень комфортно лежать в Валентине. И обязательно, еще одно правило, интересуйтесь у человека. Ну как, вам удобно? Вам так хорошо, тепло? Очень хорошо. Все, значит, вы уже проявили о нем какую-то заботу, да. Каждое подтверждение вашей заботы, вот каждый ответ этого человека, да, хорошо там, да, что-то нормальное и так далее, он говорит о том, что человек уже расположен к вам. Потом вы сами его накрываете, желательно подогретой простынью, либо полотенцем, либо есть одноразовые простыни, да, такие прозрачные как бы, да. Накрываете ступни, ноги, да. Очень часто, особенно если в помещении немножко прохладно, то я подогреваю эти простыни на батарее или на колорифере и очень теплые простыни накрываю, прям человеку, знаете, так комфортно бывает. Очень даже там говорят, ооо, как тепло. И дополнительно вот ваша забота о нем будет подворачивать под пальчики ног, чтобы они не морозились, пока вы работаете с другой части тела, со спиной, да. Здесь, соответственно, нужно попросить немножко спустить трусики или в чем-то человек пришел, да, потому что мы работаем целиком, от ягодиц до головы. И чтобы не пачкать одежду человека, да, вашего пациента, мы подворачиваем под нее просто вот так вот, да. Таким образом, получается, ваш пациент расположен комфортно, ему хорошо, но еще один нюанс, который я вам говорю, поскольку мы работаем с предположенной частью, да, то важно, чтобы эта рука лежала вдоль тела или ее можно свесить вниз, да. Если человеку больно, он может, ну, может быть, там, пережимая мышцы, да, к столу, ее можно подвинуть либо чуть вот сюда, либо чуть вот сюда вот некто и кладут, да, ну, кому как комфортно. Либо просто сразу говорю, давайте подложите под себя пальчики проснуть. С этой стороны руку поднимаем вверх. Во-первых, это вам важно для ваших движений, потому что вы скользите, чтобы постоянно не задевать его локоть, да, не бить его локоть, вашего человека. Во-вторых, здесь распрямляется спина. И в-третьих, мышцы более расслабленные, да, и в-третьих, если нет у вас дырки в столе, да, под лицо, то тогда просите человека развернуть голову в вашу сторону. Развернитесь, пожалуйста, ко мне. Вот такую позу, запомнили, да? Опять же, для чего? Чтобы вы его случайно не били там по лицу, если с этой стороны будет, да, или у некоторых шея очень толстая, просто сразу получается зажато здесь все. Вам нужно расслабить максимально вот эту вот часть. Вот эту, вот эту и вот эту. Соответственно, когда вы переворачиваетесь, вы просите человека поменять руки. Я иногда шучу, меняйте руки и голову, если хотите, вы можете поменять пол. У нас такие услуги тоже есть. Они смеются, конечно, это им не надо, но это разряжает обстановку. И если человек все-таки не понимает, как лечь, да, или забыл, или уснул на столе, ну, вам ничто не мешает, просто взять самому мягко, пока играет спокойная, плавная музыка, релакс, да, да, плавно помочь ему повернуть руку сюда, голову положить вот так, пока расслабленная лежит, да, эту руку вот так же положили. Все, ваш пациент готов к работе, и смотрите наш следующий ролик, мы покажем, как нам делать мануальный массаж спины. Субтитры сделал DimaTorzok